Я хотел бы сегодня рассказать о том, что малому бизнесу, это такой ключевой документ, он был и остается ключевым. И, собственно, прошлый год, как уже Владимир Андреевич сказал, был во многих показателях рекордным. Количество субъектов МСП превысило 6,3 миллиона предприятий. Банковское кредитование, да, хотелось бы больше, но, опять-таки, это рекордные практически 16 триллионов кредитов. То есть у нас есть рекордные показатели и в других сегментах, альтернативных, например, привлечения через краудфандинг, облигации, но это пока нишевые инструменты в объемах кредитования именно банковского сектора. И вот та сущность, которая появилась новая в прошлом году, я имею в виду проекты технологического суверенитета, она тоже пока идет, ну, не просто, откровенно говоря, идет. К текущему моменту в реестре у нас 11 проектов на 243 миллиарда. Наверное, это не совсем те цифры, которые мыслились инициаторами этого инструмента. И, в общем-то, откровенно говоря, малого бизнеса там нет. Он вот в текущей конфигурации, он даже для крупных банков и крупного бизнеса довольно тяжелый механизм, для малого бизнеса он нерелевантный. И, конечно, мы очень много усилий прикладываем, чтобы в новом нацпроекте, как бы он ни назывался, критерии для МСП в техносуверенитете были сформулированы отдельно, чтобы банки могли этим инструментом пользоваться при финансировании. Если говорить про нацпроект, то мы в текущей мониторинге видим, что целый ряд показателей уже перевыполняется, там, 20-25%. Тут, конечно, у нас возникает иногда такая дилемма оптимиста-пессимиста со стаканом, полным или пустым. Это мы так хорошо работаем на благо малого бизнеса? Или мы такие KPI не очень амбициозные сформулировали, чтобы их достижение и перевыполнение было такой рутинной задачей? Ну, конечно, это риторический вопрос. У нас, например, в банке мы по прошлому году в топ-5 по выдачам кредитов МСП входим. Амбициозные цели и на этот год ставим, хотя, конечно, ставка в 16%, но для многих предприятий является практически заградительной. Для обрабатывающих производств, которые у нас сегодня в фокусе нашей сессии, средневзвешенная ставка сейчас в районе 14%. Ну, конечно, это дорого. Конечно, это дорого, хотя, если брать там некоторые другие отрасли, и их немало, там средневзвешенная уже 20 плюс процентов. Но это, конечно, совершенно некомфортные условия. И тут, конечно, для работы огромный потенциал. И еще один момент. Я вот сказал о том, что у нас перевыполнение целого ряда показателей есть в нацпроекте, а еще параллельно у нас существует стратегия развития малого бизнеса до 2030 года. Такой ориентир 40% доли МСП в ВВП. И вот этот показатель у нас очень странный. То есть я вот как финансист, я далек от популизма. Собственно, мы там в банке тоже понимаем, что и бизнес-план, и стратегия – это рабочие инструменты. И там из-за внешних обстоятельств они могут корректироваться, трансформироваться. Вот если брать этот ориентир 40%, мы к нему вообще никак не стремимся. И это вообще не зависит с текущей обстановкой. У нас показатель доли МСП в ВВП не рос ни до санкций, ни до ковида. Он просто не растет. И, конечно, если сейчас мы там по итогам 2024 года бодро отчитаемся, потому что у нас проект мы успешно выполнили, а стратегию в этой части не реализовали, ну, наверное, какой-то диссонанс я внутри все-таки определенный чувствую. В этом направлении, конечно, стоит работать. Еще несколько практических комментариев. Один из таких важнейших направлений, которые мы видим для себя и как банк, и в целом рынок видит, это, конечно, цифровые финансовые активы, цифровые финансовые инструменты для МСП. Перспективы огромные, и интерес есть. Мы видим, что у инвесторов аппетит к этим продуктам поднимается. Мы, конечно, хотели бы, чтобы больше было прозрачности, больше было понятности как с точки зрения инфраструктуры, так и прозрачности эмитента, потому что там есть некоторые заблуждения о том, что при выпуске ЦФА не нужно готовить какой-то финансовый анализ, не нужно предоставлять никаких документов. Но, конечно, ответственный инвестор не может принимать решение о вхождении в такой инструмент, если он делает это в темную. То есть, если мы хотим, чтобы у нас ЦФА работали на технологический бизнес хотя бы как среднесрочный механизм инвестирования, конечно, должна быть прозрачная история, иначе у нас ЦФА просто превратится в спекулятивный актив с сумасшедшим космической стоимостью на риск. И в этом отношении ЦФА, конечно, очень хочется, чтобы был баланс. То есть, ЦФА не облигации 2.0, но вместе с тем и не некий спекулятивный актив, а работающий инструмент. У нас сейчас очень интересный пилот, мы как банк участвуем, это кредитование через ЦФА и МСП. Ну, понятно, в выпуске ЦФА уже никаких откровений нет. Там суть пилота в том, что в одном проекте завязывается не только, собственно, кредитование, но и обеспечение в виде залога недвижимости, то есть количество акторов этого процесса увеличивается. То есть здесь и нотариальные услуги, и оценка, и взаимодействие с Росреестром. Вот очень интересно, посмотрим, получится ли все это в едином цифровом поле с выпуском ЦФА увязать. Ну, соответственно, расскажем по итогам, как это все получилось. И еще, наверное, там два коротких комментария, так называемые проблемы роста, я их назвал, это самозанятость и МСП+. То есть вот у нас с самозанятостью получается такая странная ситуация. С одной стороны, мы решаем важную задачу по выводу из тени, с другой стороны, мы вымываем трудовые ресурсы у тех же индустриальных предприятий. Более того, мы видим такую тревожную картину, когда самозанятыми из регуляторного арбитража становятся бывшие предприниматели. Вот это очень неправильная ситуация, и точно она не мыслилась теми, кто этот институт вводил. На мой взгляд, в новом нацпроекте обязательным критерием должен быть наоборот. То есть стадия траектории бизнес-роста от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а не наоборот. И вот следующий как раз пример правильного роста – это МСП+, которые вышли по показателям оборотов рабочей силы из МСП, и их поддерживать нужно. Мы полностью поддерживаем историю и с сохранением части льготных программ, и с возможностью зонтичным поручительством пользоваться и так далее. Главное, чтобы это просто не получилось за счет МСП. То есть периметр поддержки крупного бизнеса, он должен быть все равно самостоятельным, чтобы эти вещи не пересекались, чтобы не было такого финансового льдоедства одних за счет других. Так, у меня уже тайминг обнулился, я там просто короткую фразу скажу, закончу там перефразировать фразу своего шефа, профессора Высокова. Выполнить нацпроект – это вообще говоря долг, перевыполнить честь. И наша работа в этом плане продолжается.